добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение туры сегодня наша глава называется шафтим и опять нам всевышний рассказывает о городах убежищах мы уже говорили о городах убежищах на восточной стороне иордана теперь всевышний сказал отделить три города на западной стороне иордана у нас страна должна быть разделена на три равные части в каждой из этих частей есть город убежище и всевышний говорит что была дорога проложена к этим городам чтобы человек мог убежать есть ли случится несчастье человек убьет другого человека по ошибке то пусть бежит в один из городов убежища который всевышний предназначен пример тоже приводит такой люди пошли рубить дрова и с деревянной части топорича заскочила железо и убивает вашего соседа и деваться некуда объясняться очень тяжело с его родственниками что не хотел убивать и человек бежит в город убежище ближайший город убежище он бежит когда он добегает город убежище то крово мститель его уже преследовать не может когда он забежал город убежище он будет осужден будет суд и будет разбираться убил он по ошибке или не по ошибке это непросто но на хорошо расследовать и если действительно чек не был другому человеку который он убил врагом не вчера не третьего дня как тора пишет то суд признаем у человека убивший по ошибке и из этого наши мудрецы говорят что если люди поссорились и в течение трех дней они не помирились то у суда есть основания подозревать его в умышленном убийстве то есть мы должны если поссориться стараться как можно быстрее помириться это очень важный закон торы теперь так человек обязан жить в этом городе левитов до смерти пересвященника страны то есть может так получиться что пересвященник молодой проживет многие годы и он всю жизнь будет жить в этом городе убежище без права выхода его никто держать не будет но если он выйдет за пределы города и его встретит кровомститель и убьет его то на кровомстители нет вины крови но если кровомститель убьет его в городе убежище то кровомститель сам становится умышленным убийцей теперь левитов всевышний надарил 48 городами шесть городов убежища и 42 обычных городов три города убежищ на восточном стороне мы с вами рдана мы разбирали даже название стоит амбицер пустыни галан башани в общем у нас даже название их есть и человек видишь в ближайший город к нему просто левитский город не город убежище вот один из сорока двух городов левитских и он может забежать в этот левитский город не забегая в город убежище далеко добежал в этот город но он еще не защищен только тогда когда он забежит в суд и скажет что он убил человека по ошибке зарегистрируется как бы то только тогда он защищен и уже кровомститель теперь не может его тронуть состоялся суд человек там живет наши мудрецы говорят то тогда и его раввин должен переехать жить к нему в этот город убежище тот раввин которому он учил тору или даже вся ишива где он учился должна с ним переехать в этот город чтобы он не прервал изучение торы дать ему все возможности для этого матери первосвященников они понимали что человек будет молиться в скорейшем выходе из города а выход только один умирает первосвященник страны и поэтому матери старались что-то делать для этих людей чтобы они не молились так пламенно о смерти их сына и они пишут даже вязали носки для этого человека чтобы как-то его задобрить и так человек мог оставаться в этом городе убежище всю свою жизнь даже так уже определить очевидно насколько есть его вина и сколько он должен проводить там городе суд земной не может потому что это очень сложно определить умышленно или все-таки не было у него малейшего умысла или был поэтому это решается вот так и он будет здесь в этом городе жить сколько всевышний ему отвел то есть есть теперь освященник старенький допустим он умер и он быстро выходит значит вина его меньше виновата а в чем он вообще виноват как можно определить все-таки канал вообще ни в чем не нет все-таки человек должен соблюдать технику безопасности и думать об этом он идет на работу он должен проверить как закреплено топори чем топори но даже был все-таки какую-то технику безопасности соблюдать и к этому относиться очень серьезно очевидно все-таки часть вины какая-то есть хотя она не хотел убивать но так случилось поэтому естественно и степень его вины вот узнаем и о том сколько он там проживет но земной суд не в состоянии это мы уже об этом говорили а на этом наш сегодняшний урок заканчивается рог был дан за поднятие души яков бен нахум владимир бен григорий павел бен ефим самую бен герж мал хая малка от clairement заканчивается российской страныuğу ещёways поздраво звук ланина на으면 ари easel и дрART к gemeель егенибр то что работает они как вариант он получает вести новейства и он был или кссрами побед off the femотеуDEN и на паотеуDEN ли но можно было бы дальше угу и замковаться Продолжение следует... Продолжение следует...